на ремонте вот такой пылесос bosch 1700 ватт сфера 27 с двумя проблемами первая вот работает вот так какая-то внутренняя проблема двигателя скорее всего подшипник можно ли поменять подшипник будем сейчас смотреть ну и вторая проблема не затягивается кабель разбирается достаточно просто если вы открываете крышку тут есть один винт вот здесь вот под уплотнителем второй вот здесь и третий вот там он там есть там может быть пыль и винт может быть не видно так было в моем случае прямо совсем не видно что он там есть но он там есть ну и когда вы откручиваете то крышка уже тогда открывается мы собственно видно почему такое произошло как видим здесь много мусора сюда попадало много мусора а вот и проблема видите шарики непонятно чего возможно от подшипника почему как то почему то они смотрите часть часть шариков вот там лежит возможно от подшипника мы будем смотреть как видим он открывается сказать что он забитый не забитый хотя мусора попадала прилично сейчас разберем посмотрим какие что можно сделать основная проблема это открутить вот эту гайку не всегда удается посмотреть все ли в порядке с щетками ну и посмотреть состояние подшипников если удастся до них добраться все зависит от откручивания вот этой гайки снял я крышку крышка снимается не вот этими винтиками которые здесь есть этими винтиками прикручена вот это уже пластиковая штука а это просто сбивается пробовал так отковырнуть не получается зажал в тиски и легкими ударами слегка зажал конечно потому что мне это чтобы корпус вот это не нельзя нарушить щетки корпус слегка и тут несколькими ударами пошло снялось теперь нужно открутить эту гайку гайка значит гайка с обыкновенной резьбой я вижу что здесь обыкновенная правая резьба не левая значит как я обычно делаю просто руками вот здесь держусь за перчатку и откручиваю но сначала надо шикнуть вы дышкой смазать потому что больше зацепиться не заши только за вот эту часть если не пойдет то буду пробовать стукать смотрите вот так вот телепается как он вообще работал видите подшипника вообще нет удастся ли его там снять потому что это же располовинился надо снять внутреннюю обойму шарики все таки от вот этого подшипника от переднего вот те шарики которые мы видели ну сейчас буду что-то делать значит смотрите какое изобретение есть для того чтобы открутить вот эту гайку она открутилась действительно она левая откручивается в руками я не смог удержать и крутить и тогда вот такое устройство это устройство специальный ключ у меня есть на сайте на канале как изготавливается он вообще специально сделан для откручивания фильтров масляных в автомобиле любой диаметр захватывает и откручивается значит вот такое устройство видите я обхватил аккуратненько приходится придерживать потому что он еле влазит видите смотрите обыкновенный ремень плоский он может быть не обязательно зубчатый но в моем случае это ремень от грейба поэтому зубчатый лучше немножко разного разной ширины может быть поэтому можно разного диаметра вот лишь бы зашел хорошо в накидной ключ и вот вот таким образом он вот вот так вот обхватывает когда вот так вот вы обхватываете и начинаете вот видите обхватывает он отжимает отжимает обжимает и дальше начинает зажимать прижал и он очень хорошо держит откручиваем любую закипевшую очень сильно хватает и допустим почему я его сделал когда у меня масляный фильтр попкой не мог открутить вот этим ключом смог поэтому как он работает в общем то это просто у меня на канале есть ключ для масляного фильтра ну и все тут после того как удалось открутить сейчас уже есть будет у меня доступ к началу подшипника во всяком случае смогу вытащить вал вот так я вот еще щетки щетки видим хорошие длинные откручиваю снимаются вот надо отжать вот этот лепесток который туда загнут отгибаем и вытаскиваем для чего для того чтобы при вытаскивании и потом при всовывании не упиралась в коллектор все сейчас разбираем ну что же я все вытащил получается все остальное здесь просто вставляется вот этими винтиками держится планка которая прижимает подшипники подшипники но суть в чем что развалился ведь у меня подшипник и вот эту внутреннюю часть съемником есть за что захватить и он выйдет съемником зацеплю и выскочит а вот с вот этой кстати обратите внимание что тут в конце было еще пружинка утопает вот таким образом внутри там пружинка причем я видимо при установке ставили на клей какой-то или на силикон сначала вот так приклеили чтобы он не выпад чтобы она не выпадала их и стала на место и когда уже засохла силикон тогда вставляли но и с этим проблем не будет а вот с этим проблемы будут как вот это вытащить значит проблемы будут и соответственно я вот здесь сделаю надпилы например булгарочкой и буду выбивать через пропилы здесь вот здесь пропил и буду выбивать с двух сторон чем-то пропил под керно какое-то и буду выбивать собственно все в общем то здесь все понятно поэтому да и задний подшипник он шелестит слышно или нет сухой и шелестит ну и вот люфт у любого подшипника есть такой великоватый все-таки раз мы сюда добрались то нужно его поменять здесь 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 я думаю что так сейчас я посмотрю не вижу не не вижу номер не не вижу номера потом наверно скажу 608 а этот сказать однозначно не могу пока не снимал вот эту обойму и тогда уже посмотрю снимаю внутреннюю обойму видите я вот таким съемником очень удобно вот этими гаечками зажимается чтобы она не разъезжалась я даже подставил чтобы немножко плотнее не до конца резьба и легко видите я уже странно с этим проблем не будет но с этим тоже не будет если пропилить или просверлить тут на на ребре вряд ли удастся просверлить а вот сбить болгарочкой вот так вот наверно чтобы геометрию не испортить если я так то я могу прямо резануть а так вот сбоку чтобы вот этот круг ободочек все-таки немножко оставить и добраться до металла и выбивать или попробую сейчас сейчас поставить и вот сюда в ребро постукать вдруг отверткой вдруг с той стороны вдруг она начнет выходить если не очень плотно ну что же хочу поделиться как я в общем то выбиваю такие обоймы но я это чаще всего делаю в стиральных машинках ну тут тоже решил смотрите у меня же сохранились шарики если у вас не сохранились то подберите найдите загуглите какой какие шарики должны быть или если у вас не хватает приклеиваю их на солидол ну на смазку как вот они никуда не деваются вставляю внутреннюю обойму то есть мы делаем так как делают на заводе при изготовлении шариков теперь распределяем эти шарики чем-то по всей поверхности и она пока не в одной стороне внутренняя залазит а если их распределить вот так то все оно держит и он уже стоит как вкопанный и теперь вот в таком состоянии переворачиваем стукаем выбиваем на самом деле один из способов как можно выбить не выбиваемый подшипник и сейчас видно или нет и сейчас берем вот так аккуратненько опа и все ну вот смотрите простой способ и он вылез и ничего не пришлось пилить он кстати держится на каком-то гермите то есть это был странно есть ситуация но какой-то гермет посажен на такой плотный не силикон ну какой-то такой может быть фиксатор вал втулка но только он такой не жесткий прямо вот герметик может быть это жидкая прокладка по всей длине значит все таки придется его ставить тоже на герметик видите по всей поверхности он распределился хоть и тонким слоем иначе без него будет наверное люфтить поэтому обратите на это внимание я тоже буду на какой-то герметик ставить еще я подумал какой но у меня есть анаэробный герметик втулочный прокладочный хотя бы на силикон или может быть полиуретан прокладочный он более высокотемпературный автомобильный прокладочный я на него поставлю потому что здесь как видите смотрите здесь даже люфта нет в подшипнике почти так скажем так ну собственно все по поводу номера подшипника честно говоря не скажу ничего не осталось здесь здесь с той стороны затертая с этой стороны срезала ну тоже вытерла и полностью срезала сепаратор не сепаратор крышку поэтому буду уже теперь по диаметрам просто подбирать вот такой облегчающий способ я так делаю когда разрывает подшипник в стиральных машинах так по подшипникам снял 2 и оказалось что это два одинаковых 608 подшипника покупаем подшипники SKF NSK или подобных и сюда только хорошие подшипники скорость вращения большая и тогда уже собираем в обратной последовательности так значит полностью я разобрал оба подшипника под замену есть проблема к которому которая к этому привела плохая работа плохой обдув соответственно перегрев первое вот этот уверен что никто тут его не менял вот этот фильтр сюда набивается пыль и его бы там раз в два в три месяца менять иначе вот пыль которая сюда мелкая набивается она из него не выходит значит чтобы понять раз через него воздух не идет он пытается зайти даже вот как-то в зазоры потому что здесь внутри внутри на двигателе было полно мусора который прошел все-таки через вот этот через вот этот фильтр который останавливал но это еще пол беды внутри стоит еще один фильтр выходной то есть вот этот входной фильтр ну кроме мешка да из мешка кстати тоже видимо вот например здесь в порыве нужно или зашить или поменять мешок что тоже время от времени нужно делать может быть вот здесь еще есть порыв через которые вот здесь есть порыв вот здесь через который мелкая пыль просачивается и возможно она вот как-то сюда заходит потому что она зашла сюда за зашла в двигатель выходит из двигателя и должна вот этот двигатель стоит и должна выйти потом через вот это отверстие и здесь обратите внимание стоит там еще один фильтр выходной и смотрите в каком состоянии он полностью забит через него ну никак не может воздух пройти ну просто при желании поэтому я рекомендую этот фильтр убрать потому что он ну очень сильно задерживает выхлоп воздуха тем более что но его не снаружи его не достать а изнутри это же надо его раскручивать а кто это делает поэтому не знаю как по какой причине вот смотрите сюда и так много пыли попадает и она по сути дела он по сути дела не пылесосит вот эту штуку я покидаю ну собственно и все